Загруженность стадиона составляет 65% от его мощности. В осенние и зимние периоды, в утренние часы, имеется возможность и свободное время предоставить данному учреждению высшего образования данный спортивный объект. У меня форма безвозмездной передачи все-таки звучит объект. Вы передаете объект, но не дорожку эту. То есть, если передается безвозмездное пользование тому, кто ее получает, он несет заботу об этом стадионе, выполняет какое-то техническое обслуживание, чего-то это. Вы же объект передаете? Объект он стоит, но она стоит как объект. Как объект. Полностью передаем объект. И тогда... Отдельно не стоит. Я чисто юридически. Я за то, чтобы передать... Ну, как-то форма передачи, она у меня непонятна. Передаем полностью объект. И тогда юридическая академия уже все, что осуществляется на этом объекте, это на ней остается. Нет. А как? Где это прописано? Остается, чтобы поставить стадию направления оперативного управления у юности, и когда спортивная школа юности и юридическая академия будут заключены соглашения, в этом соглашении будет прописано. То есть, еще будет соглашение? Да. Будет совместно эксплуатироваться. Направить, а он остается в муниципальном ведении, остается в направлении оперативного у юности и юности. Ну, так сказать, будет, короче, нам не разрешено реконструкцироваться. А почему без вот этого договора, безвозмездной передачи, нельзя просто заключить соглашение? То есть, мы сначала полностью передаем объект, а потом какое-то соглашение юридической академии между юностью будет? Собрание, да, не согласенную безвозмездную передачу, потом заключено соглашение о договоре безвозмездной передачи этого объекта между юностью и юридической академией. И там будет зависимость по здоровью? Да. насколько это правильно вообще будет вообще со всех точек зрения получается володинский проект передаем при всем уважении сгю они занимаются в том числе и коммерческой деятельностью получают платят студенты за обучение сейчас просто бесплатно этот объект остается также на праве оперативного управления спортского юности не отдаем безвозвратно юридическую академию юность будет этим объектом управлять очень важная оговорка согласно графику а график такой сколько там часов вопрос то что юридическая академия на на бесплатной основе учатся там студенты есть такие позже не куда-то я поясню тоже с своей стороны чем связано необходимость с включения данного соглашения руководством вуза принято решение открытия на базе волоколского филиала помимо присутствует в настоящее времени программу вышел профессиональное образование еще представили услуг образовательных услуг в сфере среднего апрецектор возобнования сейчас нам необходимо получить лицензию на сучинение право деятельности о специализации боевых любительных деятельности права организации социально обеспеченной ты gegen срединорлообразования образовательное стандарт предусматривает у лица тебе нужно получение лицензии наличие собственности либо на иных законных основаниях имущественного комплекса в виде учебного корпуса, аудитории и так далее, то, что у нас есть. И также одним из пунктов является стадион открытого типа. Соответственно, для получения лицензии мы должны в лицензии еще одно предоставить документы, что на законных основаниях у филиала Академии есть стадион. Так как у нас его в собственности нет, мы обратились к такой просьбе предоставить нам его в безвозмездное пользование. Он будет использоваться для проведения занятий в культуре и спорту нашими студентами. В соответствии с графикой, согласованным с директором спортивной школы юности. Вспомните ситуацию по медколледжу коммерческому. Потом то же самое. Чем эта ситуация закончилась? Медколледж должен быть таким же основанием, потому что им лицензии надо было получить там на какие-то моменты. Медколледж это частная организация была, а в данном случае это государственное учреждение. Мы заинтересованы в том, чтобы оно у нас было, чтобы в городе был вуз, чтобы обучать юристов. И мы заинтересованы в том, чтобы у них должным образом организовался учебно-воспитательный процесс. Поскольку все мы понимаем, что без отсутствия соответствующей лицензии будут созданы те же проблемы, которые уже были созданы перед этим. То есть студенты могут призываться лимитарно важнее, если не будет лицензии на определенные специальности. Так что я думаю, здесь как бы решение этого вопроса отличается от того вопроса, который мы рассматривали в предыдущем встрече. Здесь либо аренда должна быть на какие-то часы, потому что безвозмездная передача все-таки объекта. Либо тогда вы нам соглашение-то озвучите, чтобы мы понимали. Мы не видим, я не вижу правильной схемы, которую вы вот сейчас предприняли. Договоры безвозмездной передачи, им для лицензии нужно, что у них есть в собственности. Не в собственности, в законе в пользу. То есть договоры у вас есть в стадионе. То есть в любом периодическом раскладе каких-то споров у вас есть документ о безвозмездном пользовании. То есть вы стадион берете в безвозмездной пользовании, никакой дорожки там нет. И вообще вы не ответили на мой вопрос, сколько студентов у вас обучаете на бесплатной основе?